За свою карьеру лётчика-испытателя он протестировал более 10 различных моделей самолётов. Летал Иван Жуков 35 лет. Во второй Владимирской школе, где и учился герой Советского Союза, есть музей. Главные экспонаты в котором — это костюмы пилота. Правда, внешне они больше напоминают экипировку космонавтов. Он плотно облегает тело, плотно, плотно должен быть, никаких зазоров. Кислородом лётчик задыхается, потому что большой избыток. Ему приходится говорить, что Сусилин, тормозные парашюты, вот такие вот, иначе невозможно. В начале 80-х советские лётчики стали испытывать новую модель самолёта МиГ-25, вспоминает выпускник второй школы. Но воздушные птицы падали одна за другой, а конструкторы не понимали, в чём причина. И вот 21 августа 1981 года во время учебно-показательного полёта за штурвал сел пилот Жуков. На высоте 17 тысяч метров услышал непонятный звук. Впоследствии понял — рулевое управление заклинило, а один из двигателей загорелся. Самолёт стал неуправляемым. Какой тут страх, когда нужно было работать. Работать, работать нужно было. Самолёт-то летит, это же не машина. Кювет поставил, вылез, посмотрел, это же летит. Надо что-то делать, действовать надо. Очень было ждать вот эти вот пять секунд. Или я столкнусь с землёй, или я катапультируюсь, или она наберёт скорость. Вот что произойдёт вперёд, какое событие. Я посмотрел так, носик вроде подниматься, начинает подниматься. В течение 20 минут Жуков пилотировал 29-тонное неисправное судно и в итоге посадил машину. Благодаря тому, что самолёт удалось сохранить, дефект был обнаружен и впоследствии устранён на других экземплярах. Через год за проявленное мужество и героизм при освоении новой авиационной техники нашему земляку присвоили звание Героя Советского Союза и вручили золотую звезду. 20 килограмм, я считаю, что ой, как тяжело. А тут человек 20 минут удерживает самолёт своими силами. Ну, это действительно подвиг величайший, я считаю. Он посадил такой самолёт, ну, вручную. Заметил его неисправность, что одна стрелка сдвинутся на миллиметр. То есть я считаю, ну, не знаю, для меня это лично невозможно. Вот, он прям настоящий герой. Сегодня герои чествуют и поздравляют, а в школьном музее теперь над его фотографией висит и мемориальная доска. Памяти никогда не бывает много. Вот сегодняшняя открытая уже мемориальная доска нам этой памяти немного прибавит. Пусть у нас её будет больше, пусть она с нами всегда будет. В Владимире ни одного нет учреждения, ни одной организации, ни одной школы, которая носила бы имя, имя, герой Советского Союза, который здравствует, живёт в наше с вами время. Празднование 70-летия Победы Иван Жуков ждёт с нетерпением. Но участвовать в торжественном параде он, скорее всего, будет не во Владимире. Герой Советского Союза уже долгое время живёт в подмосковной Балашихе. Алексей Дудин, Артём Горчаков, 6 канал.